Приветствую вас. Понимаю, что вам хотелось бы услышать конкретный ответ на свой вопрос, но правда в том, что ваша девушка не знает, как она к вам относится сама, то есть вы действительно ей нравитесь, ей нравится с вами гулять, ей нравится с вами общаться, нравится проводить время. Если она звонит вам, значит вы действительно для нее важны. Но из-за того, что у нее были бывшие мужчины, и бывшие мужчины, если, допустим, долго не задержались, то она не уверена в том, что она хочет с вами поближаться, потому что тогда это будет означать, что она может потерять ваше общение. И потому вам сейчас не нужно пробиться, просто дайте ей небольшое время, дайте ей возможность освоиться с вами, привыкнуть к вам, чтобы она перестала нервничать, может быть, перестала ожидать чего-то не того, чтобы расслабиться. И вот тогда, для того, чтобы проверить, как она к вам относится, позвольте себе с ней сблизиться, то есть как это происходит. Вот вы вместе рядом, допустим, сидите или идете, позвольте себе приобнять ее, просто ни к чему не обязывающее действие. Если она вашу руку не стряхнет, а оставит, значит ей неприятно, значит она не против, значит ей нравится. И тогда можно какое-то время так делать, приобнимать их. Ну и дальше, дальше больше. В конце концов, попробуйте поцеловать ее, когда, если будете таким образом действовать, и в определенный момент она либо скажет вам, нет, я не хочу, дальше не хочу больше сближения, так сказать, окей, хорошо, не буду больше тебя трогать. И продолжайте делать то, что делали до этого. Это и показывает вам отношение девушки, если вы ей нравитесь не только как друг, то она позволит вам нарушать свои личные границы в большей степени. Если же как друг, то она вам этого не позволит. И вы не узнаете это самостоятельно, пока не попробуете, пока не рискнете. Ведь только рискнув, можно обрести свое счастье. Поэтому думаю, что перед вами есть выбор. Либо вы просто-напросто выжидаете и ничего не делаете, и ждете, пока девочка все-таки определится со своим отношением к вам. Либо берете инициативу в свои руки и начинаете сближаться. Тут уже зависит от того, чего вы сами хотите. Давайте конкретный совет и рекомендацию здесь было бы не совсем правильно, потому что все-таки решение принимать вам относительно того, что делать, а оценивать поведение другого человека, по вашим словам, тоже достаточно, знаете, не очень многоданное дело, потому что у вас в своем восприятии поведение человека, потому что вы воспринимаете его через призму своих желаний. людей, а у экспертов будет свое, и оно будет различно. И если эксперту, например, показывается, что ваша девушка действительно проявляет к вам знаки внимания те самые недружеские, и вы поверите этому эксперту, и будете вести себя так, как будто вы не друг, а кто-то больше, а окажется, что в действительности вы все-таки друг, это будет фиаско, это будет очень небольшой конфуз для вас, и чтобы таков не произошло, вам нужно самостоятельно пробовать самостоятельно принимать решения. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в уличку, помогу, если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен, пока желаю вам удачи и всего добра.